Добрый день всем! Я приветствую зрителей моего канала. Тема сегодняшнего видео – лечение ларингита. Это животрепещущая тема для всех работников голоса. Я часто получаю сообщения через мою группу на Фейсбуке и ВКонтакте от людей, которые в панике находятся по той причине, что вот из-за воспаления в горле у них наступила потеря голоса и через пару дней у них есть выступление или какое-то прослушивание ответственное, а теперь они не знают, что им делать, потому что голос постепенно отказывается работать. Сегодняшнее видео я посвящаю вопросу лечения ларингита. Ларингит – это воспаление верхней части трахеи и зачастую оно самое опасное для тех, кто работает на голосе, для вокалистов, спикеров и учителей. Почему? Потому что в этой части трахеи находятся голосовые складки, это первый орган, который реагирует на воспаление, и перестает работать, и не дает нам возможности выступать. Но, как известно, мы не всегда можем позволить себе болеть, поэтому нужно срочно применять какие-то меры. Например, из моего опыта я знаю, что можно выйти на сцену, если у тебя ангина пересилит себя. Вполне реально отработать концерт, если у тебя насморк сильный. Это можно поспрейить такой спрей есть, который на 12 часов, по-моему, или меньше, или больше, останавливает течение соплей. И таким образом вы можете выдержать этот раунд, допеть как-то, но потом уже дома продолжить лечение. И даже можно петь с бронхитом, потому что бронхит можно тоже на него воздействовать с помощью химических препаратов, которые временно блокируют кашлевые рецепторы. А вот с ларингитом бороться сложнее, потому что если под складками воспаление, то они уже не будут работать, как хотелось бы. А также вызывают страшный кашель, от которого еще хуже голос потом осипает. Так вот, я сразу предупреждаю, что я не доктор, и я не гарантирую излечение тем методом, который я сейчас вам продемонстрирую. Дело в том, что я его использую для себя лично и рекомендую тем, кто занимается у меня на уроках вокала, для того, чтобы наиболее быстро избавиться от этого надоедливого ларингита. Ларингит напоминает воспаление горла. На самом деле многие путают его с фарингитом. Фарингит – это воспаление задней стенки горла, которое находится между носоглоткой и нашими гландами. Фарингит может быть предвестник или родственник ангины. Это более верхняя часть. А вот трахеид и ларингит начинается обычно с жжения в центре горла, вот здесь внизу, где находится кадык. Начинается сначала скребет так чуть-чуть, потом на следующий день начинает жечь серьезно, и потом вы чувствуете, что у вас начинаются симптомы такого немножко хриплого звука. И это значит, что начался воспалительный процесс под связками, под связками, скорее всего, или на трахеид. Но это может определить только доктор Лор или фониатор, заглянув специальным аппаратом вам внутрь горла. Так вот, по этим симптомам вы можете понять, что ларингит начался, иногда он будет сопровождаться простудой, повышением температуры, и при этом придется вам уже пить антибиотики, для того, чтобы не развивалось дальнейший процесс, не опускался в бронхи. Об антибиотиках я расскажу несколько позднее. Так вот, на первом этапе, чем мы с вами можем лечиться. Зачастую по старинке, по народным методам, все сразу хватаются за лимон, и также говорят, что необходимо пить мед, многие рекомендуют, или еще предлагалось многими пить или спреить туда имбирь. Вот эти три препарата, мед, лимон и имбирь, я, к сожалению, не согласна и не могу рекомендовать для всех, потому что это очень аллергенные препараты, и не для каждого они подойдут. И поэтому, если по народной традиции ваши соседи, ваши родственники будут вам рекомендовать срочно перейти на лимон, мед или имбирь, я думаю, что от этого стоит воздержаться, потому что отек может возникнуть только потому, что есть аллергия на лимон, о которой вы не знаете, или на мед, или в смешении еще хуже. Поэтому отек только усилится. Далее, вот такое средство, кометон называется. Он выглядит так. Здесь насадка, нацотверстие. Кометон содержит в себе несколько полезных препаратов. Камфору и противовоспалительное средство. И выглядит вот так. Значит, для того, чтобы некоторые не знают, как пользоваться кометоном, начинают спрейить ему в себе в глотку, что совершенно неэффективно. Для того, чтобы работать с кометоном, необходимо запустить его себе в горло. И во время нажатия на колпачок, дважды, может быть, трижды вы успеете, сделать равномерный глубокий вдох. Примерно это будет выглядеть вот так. То есть, я сделала глубокий вдох, я задержала дыхание, чтобы частички кометона осели непосредственно в органе дыхания. Здесь у нас трахеи. Потом я погоняла этот же препарат между носоглоткой и трахеей. В обоих направлениях. За это время, если остаток не осел, он просто выходит с выдохом. Так можно делать 3-4 раза в день. Однако некоторые тоже студенты, которые пользовались таким методом, мне он работает очень хорошо. Говорили, что у них есть побочное явление, немножко как головокружение после него возникает. Ну, попробуйте. У меня нет. Я вот чувствую себя прекрасно. Снимает спазм, особенно когда кашель. Работает хорошо. Инголипт. Если у вас нет кометона, но есть инголипт, это не распылитель. Это именно как вода. Он вылетает в форме жидкости. Его можно спреить на глотку. И я тоже вдыхаю в момент спрея, потому что иначе мы никак не доведем препарат непосредственно в дыхательное горло. Мы просто его сглотнем, и оно попадет в пищевод и в желудок, что нам совершенно не приносит никакого результата. То есть в момент распыления инголипта я тоже аккуратно, не так сильно, чтобы поперхнуться, но все-таки запрыскиваю его на вдохе. И жду, пока он стечет по задней стенке у меня в трахею. В принципе, полоскание горла с содой прекрасно тоже работает, но помните, что в трахею добраться не так просто, и полоскание в основном работает на носоглотку и гланды. А вот чтобы попасть сюда, нам понадобится ингаляция. Ингаляция – это кастрюля, в которую вы нагреваете, кипятите много-много воды, и дальше добавляете порядка пяти капель эвкалипта, эвкалиптовое масло, эссенция, или шалфея. Шалфей называется кларисейдж. Не сейдж простой, если вы будете на английском языке или на латинском языке, это не сейдж, а кларисейдж, потому что он более ядерный. И эвкалипт. Именно не разведенный эвкалипт, а натуральный медикал грейд, медицинская эссенция. Пять больше не капайте, больше пяти капель, потому что это будет очень сильный запах, который может обжечь вам дыхательные пути, и вместо лечения вы еще хуже будете себя чувствовать. Поэтому пяти капель вполне достаточно на кастрюлю с водой. После этого вы аккуратно накрываетесь полотенцем и сидите под этим полотенцем, дышите влажным теплым воздухом, насыщенным эссенцией эвкалипта или шалфея. Шалфей – это природный антибиотик, прекрасно влияет на такого рода воспаление. Частички вместе с водой оседают прямо на вашей трахеи и работают там уже против всех этих микробов. Оговорюсь только, что если у вас температура, вам нельзя будет сделать ингаляцию до тех пор, пока температура не пройдет. А сама она не пройдет, вам придется пользоваться антибиотиками. Опять же, еще раз повторяю, что я не врач, я только человек, который рассказывает свой собственный опыт. Так вот, мне для лечения ларингита и трахеита подошли такие антибиотики, как азитромицин, он же сумамед, 3 дня по 500 мг, и доксициклин. Доксициклин – это препарат старый, как бы старого поколения, он мне прекрасно помогал, но, к сожалению, он вызывает побочный эффект кандиды, очень сильный, и сейчас его почти не используют, потому что он имеет вот этот вот негативный эффект. Так вот, антибиотики вам помогут избавиться от сильного воспаления, которое будет связано уже с повышением температуры. А я продолжаю. Последнее средство, которое я использую для того, чтобы лечить ларингит и трахеит – простой русский компресс. Для того, чтобы получить хороший эффект от компресса, я вам расскажу, если вы не знаете, как его делать, в этом будут участвовать такая марлечка или ХБ – маленький кусочек ткани, кусочек полиэтилена, который шире, чем ткань, которую мы уже вырезали, а также маленький шарф и большой шарф. И сейчас я вам покажу, как это делается. Вы наливаете 50% в стаканчик, вы наливаете 50% спирт, 50% теплой воды. Если это водка, то просто тепленькой водки можно разогреть, потому что водка – это уже 40% спирт. То есть, сильный спирт нельзя прилагать, вы сожжете себе всю кожу на шее, и будет красный вот такой страшный ожог. Значит, спирт не делать. Делать на масле можно компрессы, или на слабом растворе спиртовом с водой, с теплой водой. После того, как у меня эта вода готова, я смачиваю тряпочку в этой воде, в теплой. Не горячей, а теплой. И потом я кладу ее на шею, так, чтобы у меня покрывалась вот так вот с двух сторон. И центр. Вот по размеру шеи, ни меньше, ни больше. Чтобы она сюда не торчала. Потом сверху быстренько, пока она еще не остыла, накладываю себе вот так этот полиэтилен, который закрывает со всех сторон эту тряпку, и тряпка не будет сохнуть. Важно, чтобы на ночь, мы делаем это ночной компресс, на ночь у вас была возможность сохранить эту тряпочку мокрой. Потом узким шарфом я обматываю вокруг. Себе. Только не задушитесь. Аккуратно, но сильно. Как в фильме бриллиантовая рука. Бить буду аккуратно, но сильно. Вот так поправляю все себе красивенько. Чтобы тряпка не торчала, полиэтилен тоже. Это дает вакуум. Это создает герметизацию самого нашего компресса, что и является компрессом, собственно. И потом для верности, поскольку ночью вы будете крутиться, и, возможно, у вас что-то будет сбиваться, чтобы сохранить тепло, сохранить вакуум, я еще большим шарфом вот так заматываю и создаю себе зону тепла вокруг моей шеи. В таком виде можно спать до утра. И таким образом к утру у вас в процессе прогревания, слабого, но постоянного прогревания трахеи, вашего горла и голосовых связок, инфекция будет постепенно-постепенно уменьшаться. Обычно 3 дня уходит на лечение такой инфекции. Со всем тем, что я вам сказала. Ну и, конечно же, самолечение не самый лучший вариант, потому что мы никогда не знаем, что там на самом деле происходит. Найдите время посетить врача-специалиста, который называется лор или фониатор. Фониатор для певцов. Это в специализированных поликлиниках такой врач есть. Или просто лор, который посмотрит вам внутрь и укажет, насколько сильно вы сейчас имеете там воспаление и более конкретные, может быть, посоветует способы лечения вашего ларингита. Ну что ж, если у вас есть вопросы, я поделюсь своим опытом. Пожалуйста, пишите комментарии, пишите мне на e-mail, буду рада ответить. Я вам желаю хорошего настроения, не болеть, держаться подальше от простуды. Пойте и будьте счастливы. С вами была Юлия Полянская и канал Vocal Master. До свидания.